всем привет это координационный центр сегодня у нас в гостях карен казарян главный аналитик раек карен привет привет вопрос я обычно задаю в начале всех бесед с друзьями один и тот же с чего начался у тебя интернет как ты вообще стал пользователем интернета и к чему это все привело это был 95 год был еще такой провайдер глас нет меня откуда-то отец с работы принес модем на 14 400 я очень хорошо помню и мы что-то залезли и что-то полезли сразу смотреть помню там брамблер еще тогда естественно был все работал довольно медленно ничего интересного мы себе не нашли и наверное долгое время еще в общем-то активно и не пользовался за исключением мы играли по сети в мастер эфори он это было почти идеальное использование и в целом наверное так продолжалось почти что до момента поступления в институт когда в первый раз интернет потребовался действительно для чего-то продуктивного то есть такой чисто утилитарный подход получился так вот посмотрел интернет минут так фигня какая-то а вот когда уже надо заработала все понятно и что же дальше случилось в институте после дальше был такой он и сейчас есть принципе журнал хакер его все очень любили читать там была заметка то что мы ищем авторов я написал статью я попал журнал и мне предложили писать туда постоянно в этот момент я учился на втором курсе я понял что наверное я не буду работать по профессии я начал писать а потом я поступил робот в редакцию стал редактором журнала постепенно постепенно мне писать статьи надоело зато не надоело находить разу информацию читать тексты и делать какие-то по ним справки документы так далее довольно быстро даже в редакции профессии поменялась на как раз такого человека который дает другим авторам указания как чё где писать и что делать собственно редакторские задания потом я редакцию шоу и несколько лет просто работал собственно говоря вот таким пойди принеси но только для каких-то аналитических текстов в 2009 году сергей пугтаренко позвал меня делать журнал уже для раека журнал интернет цифры так я попал на первый риф свой когда как раз и как-то так закрутилось здорово а с какого года ты видна рифе появляешься с девятого года да примерно так мне кажется да скажи пожалуйста сегодня какими проектами ты занимаешься наш аналитический отдел на самом деле сейчас целых четыре исследований у нас текущих два из них представляем здесь на рифе это исследование экономики рунета наши классические огромные презентации на очень много цифр и исследование правовых вопросов разработки технологий искусственного интеллекта направление которое сейчас всем очень интересно мы сделали большое исследование вместе с сбербанком и компанией microsoft кроме этого кроме наших постоянных исследовательских проектов мы активно занимаемся продвижениями интересов отрасли вводим в различные рабочие группы правительственные и так далее какая сейчас самая основная проблематика в правовых аспектах развития искусственного интеллекта основная проблематика в том что у нас все законы написаны для людей у нас такая человекоцентричность скажем так не предполагается что может быть что-то что может принимать решение самостоятельно везде всегда должен быть какой-то ответственный человек так же как например во всех абсолютно документах по дорожному движению везде написан водитель что такое когда водителя нет это науке неизвестно и нужно переписывать не просто российское законодательство например но и международное соглашение и венскую конвенцию в том числе это быстро к этому никак не придешь но наверное как надо хотя бы планировать о планах представь что мы с тобой в тридцать первом году собрались проводить видео интервью приуроченной 30-летию координационного центра какой мир нас окружает какой интернет ну я надеюсь что к этому моменту мы как раз если где-нибудь в двадцать четвертом году найдем внедрять пятое поколение к 30-31 она будет активно развиваться буквально вчера на презентации гугла не показали прототип собственно грега графического мессенджера который в какой-то веке выглядит не не какой-то фантастикой но чем-то более реальным но как раз там объем передаваемых данных они цели он для нынешних мобильных сетей не подходит совершенно зато будет подходить для тех что будут сейчас тогда я думаю многие вещи которые мы сейчас думаешь что ну куда куда вот зачем все это хватает же вроде гигабитные есть обязательно появятся те сервисы те приложения которые вы полностью утилизировать эти новые скорости передачи данных а и это будет совсем другое качество и общение контента может быть мы и не будем сидеть рядом собственно говоря скорее всего мы не будем сидеть рядом а у нас будет наш виртуальный аватар друг с другом разговаривать голографический да шикарно в год 20-летия координационного центра сейчас 2021 году чтобы ты хотел пожелать координационному центру на будущее я хочу пожелать чтобы домены жили это странное пожелание но мы видим как интернет постепенно перестает быть интернетом веба у нас множество мобильных приложений и зачастую они завязаны на закрытой экосистемы это понятная тенденция но это на мой взгляд отбрасывает нас от тех идеалов которые в том числе закладывали от сооснователей интернета и веба поэтому я желаю чтобы домены были домены были нужны и они развивались тогда мне кажется и интернет который будет будет нам ближе и понятнее ближе и понятнее запомним и все твои же пожелания исполним спасибо большое карен с нами был карен казарян главный аналитик раек и это крен сонный центр и мы будем продолжать всем пока а